Как побороть транспортный коллапс в артиллерийской бухте? Мы хотим, чтобы здесь было современное общественное пространство. Будет ли здесь пешеходная зона и как решает этот вопрос правительство Севастополя? Естественно, губернаторы, которые все это слышат и максимально хочут учесть интересы общественности для того, чтобы прийти к правильному решению. Что хотят видеть на территории бухты жители города? Освободить площадь от машин, чтобы люди отдыхали. Красивые фонтаны, скамейки для отдыха и пешеходные улицы. Какие проекты развития арт-бухты предлагают общественники? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Дудко и это программа «Будущее в деталях». В прошлом выпуске мы узнали, когда для Севастополя построят музыкальную школу. Сейчас на повестке дня не менее важный вопрос. Будет ли в артиллерийской бухте пешеходная зона? Сейчас мы это и узнаем. Поехали! Артиллерийская бухта – единственная бухта в городе, где нет военных кораблей. Вместо этого здесь расположился причал, на который подходят катера и паромы для того, чтобы переправить местных жителей и гостей города на северную сторону. Территория артиллерийской бухты переходит в набережную Корнилова. Это один из самых популярных маршрутов для прогулок как для местных жителей, так и для туристов. Здесь припаркованы несколько десятков автомобилей. Это и машины местных жителей, и такси, а в летний период – и туристические автобусы. Возникает самый главный вопрос – стоит ли здесь оставить такой автомобильный парк или сделать пешеходную зону? Это мы узнавали у местных жителей. Тяжело. Мы каждый день здесь гуляем, и проходить очень тяжело. Во-первых, если проходишь, допустим, бибикают машины, а по-другому – обходить здесь тоже везде машины. Ну, тяжело очень. И многим тоже тяжело. То есть много гуляют с детьми, и тяжело. Освободить площадь от машин, чтобы люди отдыхали. Я здесь бываю практически каждый день, и я экскурсовод, и вот этот ужас в Ордбухте, где нет возможности ни припарковаться, ни посадить туристов, заставляет нас изворачиваться, как в юной сковородке. Очень большая просьба к руководству города навести порядок с парковкой, с остановкой для туристических групп в Ордбухте. Ситуацию надо исправлять, решили представители общественных организаций. Со своим предложением активисты обратились в правительство Севастополя. Руководитель города отправился лично оценить ситуацию в Ордбухте. Активисты организации Севпарки ознакомили Дмитрия Овсянникова с их идеями, как грамотно организовать в Ордбухте пространство для пешеходов. У нас находится в стадии разработки проекта планировки территории по линии департамента архитектуры от Ордбухты до Катерной. Мы планируем территорию до конца года, мы должны это сделать. У нас находится в стадии разработки концепции сама пешеходная и парковая зона, или зона отдыха, или фонтан. Здесь мы надо завершить. Кстати, большое спасибо Севпаркам за, я так понимаю, многолетнюю борьбу за реализацию ваших проектных решений и предложений в наших знаковых местах города. Сделать на этой площади пешеходную зону не так уж сложно, но вот облагородить ее и сделать комфортной для прогулок задача уже куда сложнее. У активистов общественной организации Севпарки особый взгляд на то, как должна выглядеть артиллерийская бухта. Мария Мантис с единомышленниками долгое время работает над концепцией развития Ордбухты. Мария, очень часто сейчас говорят о артиллерийской бухте, о том, что здесь требуется пешеходная зона. Насколько мы знаем, у вас есть свой проект, который вы уже презентовали. Расскажите, почему вы решили придумать вообще этот проект и что он в себя включает? Мы здесь видим не очень благоустроенное пространство, хотя оно, по идее, должно стать визитной карточкой нашего города. И, безусловно, это общественный центр, центр коммуникации. Здесь находится паромная переправа и связь с северной стороной. И поэтому мы хотим, чтобы здесь было современное общественное пространство, где люди могут собираться, видеться друг с другом, заниматься творчеством, общением. Где что будет располагаться? Мы сейчас находимся, собственно, на территории Ивушки, на том проектированном участке. И вот здесь по фасаду я предлагаю разместить несколько рядов сухих фонтанов. Это будет парадная часть этого пространства. А непосредственно в самом центре этого места должна быть площадь. Дальше оформить периметр в уличную мебель. С той стороны расположить несколько рядов качелей и навесов в виде волн. Также это место требует озеленения. В той части я предлагаю сделать сцену под Большим Платаном. Там раньше росла, собственно, ивушка, в честь которой назвали это место. И оно должно стать центром этого места. В результате планируют учесть мнение как пешеходов, так и автомобилистов. Но что думают автолюбители по поводу пешеходной зоны, мы сейчас узнаем. Как автомобилист, я скажу, меня устраивает. Но я думаю, большинство жителей города меня не поддерживают. Те, которые без машины здесь прогуливаются. Им наверняка лучше будет пешеходная зона. Когда с машиной, естественно, вам любой скажет, да, мне тут хорошо, машину поставил. Но, наверное, нужно из-за других подумать, которые без машины здесь гуляют. У меня немножко двоякое отношение к этому месту, как и, в принципе, ко всему центру в целом. Потому что, если смотреть с точки зрения водителя и местного жителя, то очень мало парковочных мест. И в случае, если закрывают парковку на площади Нахимова, парковаться, по большому счету, кроме как артиллерийской бухты, негде. Но в то же время я прекрасно понимаю туристов и местных жителей, которые жалуются на то, что здесь нельзя свободно пройтись, прогуляться. Здесь можно сделать великолепную парковую зону со скамеечками, с какими-то, возможно, фонтанчиками, с зеленой зоной. Многих автолюбителей все-таки устраивает подобная парковка. Можно приехать, поставить машину и пойти прогуляться по центральной части города. Однако такой поход сложно назвать спокойной прогулкой. Для наглядности картины мы решили провести эксперимент. Сегодня мы решили не просто прогуляться по территории артиллерийской бухты, а именно проехаться на велосипедах. Для этого мы пригласили директора Департамента общественных коммуникаций Ивана Чихарева и активиста общественной организации «Велопобеда» Германа Васильева. Ну что, поехали? Иван, ну и как вам вот такая прогулка? Я смотрю, что здесь совсем небезопасно кататься. Какие-то выбоины, бугры, достаточно много машин. Ну я, конечно, к другому покрытию привык, хотя и к сложному, но такому идти на природному езжу на даче на велосипеде. Поэтому, ну, конечно, по бетону, по выбоинам, с машинами, преследующими сзади и налетающими спереди, такой опыт, конечно, экстремальный. Ну, может быть, кому-то нравится, но, наверное, опасный достаточно. Если вот говорить о вообще пешеходах, для людей с колясками, для детей, да, вообще небезопасно вот так вот передвигаться, машины сплошные постоянно ездят, постоянно, скажем так, угрожают здоровью. Как будет решаться вопрос? Конечно, место, куда люди приходят прежде всего отдохнуть, да, насладиться приморским таким ветерком приятным, вместо этого получают такой вот достаточно экстремальный вариант экстремального отдыха, экстремального туризма. Конечно, вопрос надо решать, и это общее мнение и общественности города, активистов и партий политических и правительства, и, естественно, губернатора, которые все это слышат и максимально хочут учесть интересы общественности для того, чтобы прийти к правильному решению и, наконец, превратить привычное место отдыха севастопольцев в спокойное, комфортное общественное пространство. Спасибо большое за то, что уделили нам время, за прогулку, можно сказать, и будем надеяться, что в ближайшее время Артбухта действительно станет пешеходной зоной и всем станет комфортным. Спасибо вам. Эксперимент показал, кататься на велосипедах по территории Артбухты совсем небезопасно. Ситуацию пытаются исправить активисты «Велопобеды». Они убеждены, эта территория может стать комфортной как для прогулок пешеходов, так и для велосипедистов. Мария, любая инфраструктура, любой город предрасполагает к велосипедным дорожкам, к тому, чтобы велосипедистам было комфортно в городе кататься, проводить свой досуг. Как в Севастополе это организовано? Хотелось бы быть таким любым располагающим городом. На самом деле, в Севастополе, несмотря на прекрасный климат, несмотря на широкие улицы, практически ничего нет для велосипедистов. И ребята, которые регулярно катают, это либо спортсмены, либо такие андеграундные движения вроде БМХ городского, которые вынуждены катать на набережных, где они, естественно, к сожалению, вызывают недовольство людей, которые там просто прогуливаются. Это проблема, потому что велосипедисты развивают спорт, БМХ – это молодые активные ребята, которые могли бы действительно проявить себя, чего-то добиться в спортивной, может быть, карьере, может быть, просто как классный спорт для себя, и у них нет никакой возможности для развития. Мы создали для этого общественную организацию «Велопобеда», которая призвана подготовить общественное мнение городское к появлению в нем велосипедной инфраструктуры, и пока нет возможности совершать какие-то более дорогостоящие действия, такие как строительство велосипедной инфраструктуры, выделение велодорожек, велополос, мы проводим велосипедные фестивали, на которых мы показываем городу и велосипедистам, насколько, в принципе, в Севастополе много велосипедистов. Сейчас мы с помощью поддержки этой огромной аудитории «Севастопольский фестиваль» собирает велосипедистов со всего Крыма, мы показываем, что городу действительно нужна инфраструктура, что в первую очередь даже автомобилистам будет удобнее, если в городе будет велосипедная инфраструктура, велосипедисты не будут там мешать, чего очень боятся автомобилисты. Сегодня основная тема обсуждения – это артиллерийская бухта, и, собственно, здесь имеет место быть и, в принципе, должны быть специальные дорожки для велосипедистов, специальные парковки. Здесь они действительно нужны, хотя бы потому, что мы видим, что здесь сейчас невозможно ходить. Когда мы говорим о пешеходной арт-бухте, на мой взгляд, необходимо считать все эти цифры и понимать, что город действительно будет развиваться. И здесь велосипедисты – это просто один из инструментов развития города, и появление для них качественной инфраструктуры, велодорожек, велопарковок, парклетов, где можно было бы оставить велосипед и отдыхать. Это существенный драйвер для развития городской среды, в принципе, и можно было бы в арт-бухте проверить, как это работает, и потом развивать во всем городе. Мне кажется, что велосипедная инфраструктура поможет этому месту как-то по-новому раскрыться и проводить какие-то, может быть, фестивали для велосипедистов, и как-то примирит автомобилистов и пешеходов с тем, что в городе есть люди, которые перемещаются по-другому, и их достаточно много. Свой проект развития артиллерийской бухты представил и урбанист Александр Старшинин. По его словам, арт-бухта – это самое лучшее место Севастополя, но используется оно самым худшим образом. Проработав свой концепт до мелочей, Александр представил его городу. Проанализировав арт-бухту, что решили, что по вашему концепту, где что должно находиться в принципе? Мы пришли к однозначному выводу, что арт-бухта содержит в себе пешеходную площадь, причем не скорее монументальную площадь, а площадь, которую называют некой городской гостиной, где люди проводят время, где такая площадь является центром социальной жизни. Александр, вот концепция, которая представлена на этой карте, она очень схожа с вашим проектом, да, насколько я понимаю. Вот расскажите, что, где здесь будет находиться, и какие моменты являются самыми важными? Самый главный момент для Севастополя – это то, что в нем нет до сих пор ни одной пешеходной улицы. Данный проект предлагает как раз сделать их в кварталах, прилегающих к арт-бухте. Единственное место, где это можно сделать – это улицы Синявина, Торгово и Маяковска. Вообще, если мы посмотрим на большинство развитых городов, тенденция идет такая, что пешеходные зоны расширяются. Они формируют, в итоге они формируют целую сеть пешеходных улиц и пешеходных площадей, и это является таким сердцем любого города. Единственное место, куда может расти пешеходная зона Севастополя – это как раз арт-бухта и прилегающие к ней кварталы. Сегодня мы узнали, что только совместная конструктивная работа общественности и правительства города может дать положительные результаты. И уже совсем скоро большая часть артиллерийской бухты может стать пешеходной зоной. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Это была программа «Будущее в деталях». С вами был Дмитрий Дудко. Увидимся.